Приветствую мою 20-тысячную аудиторию, здравствуйте, не подведите меня. Сегодня у нас заключительная часть обзора карт нового дополнения Великая Запредельная Тьма. У нас остался Шаман и Паладин, если я ничего не забыл. Конечно, я покрыл еще не все нейтральные карты, но, честно говоря, мне на них абсолютно насрать. Мне интересно, что добавят отдельным классом, ну, а если в нейтралках все-таки найдется что-то интересное, то столкнемся с ними на полях сражений, как говорится, да? Только не в БГ, ты понял, ты понял, тут только ладер для хардкорных мужиков, взрослых. Итак, Шаман плюс Паладин. Паладин, как обычно, со своими говномеханиками абсолютно совершенно даже не близко новыми, но это его судьба, видимо, просто играть на одних и тех же манускриптах, да? Ну, а у Шамана какой-то очередной АТК-потенциал, который может сработать слишком сильно, а может не сработать вовсе. То есть обычные дела, но в новой обертке. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, если вы здесь впервые, и, конечно же, если вы еще не предзаказали новые дополнения, если вы еще не знаете, где пополнить хронические камни, создать аккаунт, на который можно будет донатить, задонатить в Steam вообще без проблем с юниальной комиссией. Все можно сделать по ссылке в описании через моего Телеграм-бота или через мой сайт Plagiat.ru. Переходите, пополняйте, Гарант сидит перед вами, там как бы, ну, все сделают четко. Ну, а мы с вами начинаем, давайте уже завершим этот апогей обзора карт после моего трехмесячного нереального перерыва. Пришло сообщение, что скидки в каком-то продуктовом. Вот так и живем. Поехали. Итак, начнем с чего-то повеселее, а именно с шамана. Первая карта это межпланетный навигатор, 2 маны 3-2, новый редкий дреней, боевой клич, следующий разыгранный вами дреней стоит на 2 единицы ман меньше, но обладает перегрузкой 2. Ну, обладает, боже, просто получает перегрузку 2, я бы так перевел, но кто вообще меня будет спрашивать? Новый дренейчик, который вроде как должен забустить вас по темпу, потому что следующего дренея вы выставите подешевле, но вы себя перегрузите. Вроде сильно, особенно в комбинации с другими дренеями, которые будут добавлены шаману, или которые были добавлены, но просто не считались раньше дренеями, да? Межпланетный навигатор это классная карта, которая немножко обустроит вас по темпу, но в краткосрочной перспективе, потому что вы через ход все-таки этот темп потеряете. Для чего же это сделано? Сейчас вам покажу, это сделано для вот этого вот космонавта, ну, либо предсказателя на бунда, потому что на бунда на третий сразу же выходит с этим удешевлением, а космонавт, к сожалению, только на пятый выйдет, если у вас не будет какого-то прыжка по мане дальнейшего, но, тем не менее, давайте посмотрим сначала на космонавта, а потом на легендарку. Ну, конечно, эффект жесткий, но и карта стоит как бы 7 маны. Для обычки эффект жесткий, да, особенно если вы будете играть на шамане с большими заклинаниями. У шамана и так больших заклинаний, ну, в принципе, нормально так навалили за последнее дополнение, но сейчас навалят еще больше. И я хочу сразу же после вот, ну, космонавта, короче, я надеюсь, вы уже поняли, да, что эта карта исключительно для бигспл-шамана, для хорошего сетапа, которого пораньше можно выставить при помощи межпланетного навигатора, которого мы с вами посмотрели чуть раньше. И вот, давайте сразу же, чтобы не терять нить повествования, поговорим о вот этих вот новых огромных заклинаниях, которые для космонавта добавили. Ну, я думаю, с большего для космонавта. Первое, это туманность, это новое заклинание тайной магии, только тайной магии в этом допе я в шоке. Тайная магия 9 маны, эпик, вы раскапываете двух существ за 8 маны и призываете их, они получают провокацию и неуловимость. Жесткая тема, потому что у... у паладина, хотел сказать. У шамана много восьмерок сильных, даже классовых, ну, много это вы напишите какие, я только о лакира могу вспомнить, и я, честно говоря, не помню, есть он в стандарте или нет. Тем не менее, вы всегда призывете два, ну, типа, условно, допустим, из космонавта разыгрываем туманность, это за 4 маны вы призываете существенно 16 маны и даете им провокацию и неуловимость. Если на провокацию нам с большего все равно, потому что, ну, как бы провокация, это не такое уж и важное ключевое слово, но вот неуловимость, это уже база. Таким образом, если у вашего оппонента нет хардремовала типа Рено, то, ну, очень сложно будет это дерьмо убрать, и шаманы получат очень много жизни за счет этой комбинации. Ну, с другой стороны, попробуй все найти. И второй большой спелл, который добавляют, это Метеритный Шторм, это новое редкое заклинание природы за 6 маны, ну, типа, за 6 большой, я считаю. Наносят 5 тени с урона всем существам, замешивают в колоду 5 астероидов. Ремовал хороший всем набахать, да, особенно если за одну ману мы будем это разыгрывать. Ну, ремовал хороший в том плане, что если вы будете играть на шамане, который отстал, особо не доубит, да, хочет подконтролить и пожить подольше. А вот те самые астероиды, которые он будет замешивать, это за одну ману, не коллекционный спелл, да, за одну ману при взятии наносят 2 единицы урона случайному противнику. Если что, астероиды, это такая тема, которая будет залетать от шаманов только так, может быть, какая-то комбо дека с миллиардом астероидов получится. Ну, пока что Метелитный Шторм и Туманность выглядят как хорошие, сильные, ну, естественно, дорогие, как бы, да, из минусов с пылы, которые помогут шаману подольше пожить, жестко наремовывать целый стол говна и потом, как бы, камбэкнуть за счет какой-нибудь жесткой комбинации, может быть, даже через все самые астероиды. Переходим к предсказателю на Бунда, которого мы тоже можем с легкостью сыграть на третьей мане после розыгрыша межпланетного навигатора, да, вот это две маны 3-2. Это легендарка, 5 маны 6-4, предсмертный хрип открывает галактическую линзу, которая поглощает силу следующего разыгранного вами заклинания. Значит, минусы сразу говорю, предсмертный хрип, а не боевый клич, хрен кто тебе эту штуку даст нормально реализовать, но если вдруг получится, он заспавнит после себя вот такую вот галактическую линзу. Это область за 5 маны, хотя какая разница, да, она просто появится. Резонанс поглощает силу заклинания, имеет 2 заряда. Как работает эта карта? Ну, все просто, я думаю. Сначала вы разыгрываете картинку за... Ну, вот условно, да, мы играем эту вот туманность, значит, эффект срабатывает, все дела, спавним, спавним 2-8 дропа. Потом, точнее, не потом, а буквально сразу после розыгрыша эта область поглощает силу туманности. Если вы нажмете, то есть активируете эту область, вы сыграете туманность еще раз. Получится ли раскопать нам эту тему или линза будет делать все, как хочет, то есть рандомно копать, но все равно эффект будет срабатывать, не знаю. Тем не менее, хорошая карта, естественно, для дополнительного вэлью. За довольно-таки жесткую жадность вы можете получить двойной вэлью с абсолютно любого спала, который вы разыграете, ну, сразу же после того, как проснется это, ну, восстановится эта область, да, либо как она появится. Жестко, но, конечно, активации, я думаю, мало таких получится сделать, потому что нужно реально иметь идеальный заход. Вот, сильная карта, но слишком много условий для того, чтобы ее прям идеально сыграть. Я вам сейчас идеальный сценарий буквально сказал, да, то есть на второй навигатор, на третий это на бунда, потом его нужно еще слить, потому что не боевой клич, правильно? Между этим ставите космонавта, как бы после на бунда, например, да, ты ставишь межплайдного навигатора, потом космонавта, с космонавта раскапываешь туманность, на бунда потом каким-то образом валишь на стол, чтобы он просто определенно хрепактировал. Играешь в туманность и там как бы победа. Но между этим нужно, чтобы оппонент что-то еще со столом делал И не с вашим лицом конкретно Поэтому, ну, сложновато, видите Звучит как-то не очень жестко Ну, в плане, не очень легко, да, для активации Хотя примерный ход событий понятен Но чтобы такой сценарий получился, я не знаю, что нужно там Что нужно продать Итак, давайте перейдем к следующим картам Триангуляция, две маны и редкие спеллы Раскапывайте другое заклинание из вашей колоды И замешивайте три его копии обратно в колоду Жестко, потому что можно туманность раскидать Мистеритный шторм раскидать Вообще любое заклинание, любое абсолютно заклинание Можно раскидать, скопировать и закинуть обратно в деку Думаю, что за счет этого вот копирования жесткого При помощи триангуляции Можно будет собрать какого-нибудь жесткого спелл шамана Через контроль, который будет делать лютейшую абсолютно грязь Можно, кстати, и метеориты раскапывать с триангуляции, да Вы раскапываете метеорит, значит, получаете его сразу активируете Замешиваете еще три метеорита и так вот дальше крутитесь Жестко Настолько, что я аж слюной подавился, господи Итак, переходим к картам, которые будут выигрывать Early game для шамана, по крайней мере, так разрабы думают Первое, это первый контакт Первый контакт, одна мана, обычный спелл, призывает двух случайных существ за один, перегрузка один Жестко Я считаю, что карта классная, можно играть вообще без проблем Перегрузка один, да и пофиг Играешь 2-1 дропа, кайфуешь Главное, чтобы не говно выпало, супер Следующая карта, это новый элементаль, ультрафиолетовый крушитель Три маны 3-2, обычка, боевой клич, наносит три единицы урона существу противника Замешивает три астероида в вашу колоду Генератор астероидов, дополнительные синергии с элементарями Хороший боевой клич, ну и, естественно Второй раз напомню, что это генератор астероидов Как бы фокусируемся на этом Второе такое, второе ответвление архетипа шамана в новом, в новой мете, в новом дополнении Близзы решили сделать астероидным каким-то Еще одна карта, еще один элементаль, это яркий исполин Четыре маны 3-6, боевой клич Ваши астероиды наносят на одну единицу урона больше до конца матча Резонанс замешивает три астероида в вашу колоду Два таких поставить, у вас уже астероиды будут бить не на, сколько, не на два, а на четыре И если вы еще как-то раздюпаете этого исполина То там можно их буквально довести до кондиции, жестких кондиций фаерболов И там уже реально не смешно будет, жестко И последняя карта, это Барматун Почему так быстро просто перешел? Потому что сейчас все станет ясно, чем Близзы решили завершить как-то, да Логическое заключение этой астероидной деки, которая получится у нас, скорее всего Чем они решили это все закончить? Это Барматун 6 маны 6-6, легендарный элементаль Ваши существа с боевыми кличами стоят одну единицу маны Но умирают после того, как вы их разыгрываете Для комбинаций каких-то абсолютно больных, я думаю, что Барматун подойдет В остальном как-то лишнее, ну как-то не очень прям уже круто выглядит, да То есть особенно дорогие боевые кличи, суперклассно под ним будет играть Страш Барматуна, моментальный космонавт, это да Да, он, конечно, статы 5-5 вам на стол не поставит Но зато за одну ману вы сможете раскопать заклинание И вместе с этим удешевить его на 5 Ну разве это не имба? Потом параллельно может какого-нибудь... Ну хотя нет, межпланетный навигатор уже нафиг не сдался, потому что все дреные там Кроме вот на бунда буду стоить 1 Жесткая карта для абсолютно каких-то сумасшедших комбинаций с боевыми кличами Но как бы надо думать, надо думать собирать комбинации Я думаю, что на реддите уже 10 тысяч раз собрали какую-то поломанную абсолютно деку В вольном точном стандарте, не знаю, посмотрим Ну Барматун может сломать вообще в салат всю мету Только вот соло своим эффектом, своей аурой Что заставит Близзов его может быть забафать до 8 Ну как забафать, занерфить очевидно, да Ну посмотрим, посмотрим Мне вот карта на Шамана нравится, потому что мне архетип Биг Шамана всегда нравился Ну Биг Спелл Шамана, да Да и все мне Биг Спелл, мне все Биг нравится, ребята Вы б знали, а вы и так знаете, да Биг Онлайн, Биг Просмотр и все дела, это все ко мне Ладно, давайте на Паладина посмотрим С Шаманом все понятно, шоу Паладина У Паладина все по-старому И для того, чтобы продемонстрировать, насколько все по-старому Начнем именно с манускриптов Манускрипты вы, я думаю, даже если 10 лет назад играли в Hearthstone 5 лет назад играли в Hearthstone Сейчас заходите в Hearthstone, смотрите на Паладина Что там у Паладина, а у Паладина до сих пор манускрипты Спасибо Близзы за такую любовь, как класс упала Ну, давайте самого плохого, какого-нибудь, да Ну, в плане дешевого, такого и не очень впечатляющего Манускрипт, ясности, три маны, обычка Закляние света, потому что все абсолютно Манускрипты это Закляние света Вы берете двух существ, если эта карта стоит 0 И они получают плюс 2, плюс 1 Кстати говоря, да Вы можете подумать, шо, какие, если эта карта стоит 0 Никогда такого не было у манускриптов, теперь есть Если раньше манускрипты просто удешевлялись И у них просто были какие-то жесткие эффекты То сейчас они будут еще и сверху усиливаться От того, ну, от ваших, скажем так, усилий В зависимости от ваших усилий, которые вы прикладываете Для их удешевления Да, в новом сете добавили достаточно карт Которые удешевляют ваши манускрипты И теперь, если у вас, как бы, ну, у вас получится, да Вы удачно удешевите манускрипты до, там, не знаю До 0 маны, да, в зависимости от того, сколько они стоят Потому что там дальше будет страшно Вы еще и сверху будете получать дополнительные бонусы То есть не просто бесплатно карту сыграл, так еще и забафался жестко Вот манускрипт ясности, как бы, будет Плюс 2, плюс 1 давать существам Спасибо, папаша, хороший добор Еще одна карта, например, вот Манускрипт божественности 4 маны заклинания эпическая света Дает существу плюс 3, плюс 3 Если эта карта стоит 0, вы возвращаете ее в руку в конце вашего хода Но это вообще полом 4 раза всего лишь нужно удешевить все ваши манускрипты За счет, ну, не таких уж и сломанных картинок Жестко, жестко, конечно Но имейте в виду, что, чтобы вот это все удешевить на 4 Должно пройти минимум, там, 5-6 ходов А к этому моменту у вас может уже и лица не остаться И тот факт, что вы будете бафать любое существо на плюс 3, плюс 3 И потом, ну, на следующем ходу имейте возможность еще так сделать Может быть, он так сильно и не сыграет Поэтому пока сомневаюсь Еще один манускрипт, это манускрипт веры 6 маны и редкое заклинание света Вы призываете 3-3 на F3-3 с божественным счетом Если эта карта стоит 0, они получают натиск Сомневаюсь, что вот манускрипт веры будет за 0 выходить Хоть когда-нибудь Нут, бут Хоть когда-нибудь Вот, но, конечно, хороший баф, хороший бонус От того, что вы 6 раз будете все удешевлять Вряд ли сыграет, но, конечно, это жестко Чем же будем удешевлять? Давайте смотреть Первая карта, это межзвездный странник, боевой клич Меньшая стоимость ваших манускриптов на 1 до конца матча Божественный щит 4 маны, 4-2 Обычный дриней 4 маны, 4-2 божественный щит В принципе, статы не очень впечатляют Раньше даже было 3 маны, 4-2 божественный щит Вот, но за счет боевого клича, конечно, его будут играть Да и наличие божественного щита Как бы заставляет оппонента немножко больше париться Насчет вот этих вот статов агрессивных 4-2, потому что лицо как бы с удовольствием пойдет Разменяет что-то, возможно, очень даже удачно Еще одна карта, которая будет удешевлять ваши манускрипты Это межзвездный звездорез, 3 маны, 2-3 Редкая пушка напала С боевым кличем и прицельным хрипом Оно вот удешевляет Это, конечно, уже посерьезнее Потому что вы на 2 будете За счет всего лишь одной пушки Ее полного использования Удешевлять все свои манускрипты Но пушка, конечно, говна 3 маны, 2-3, что это такое? Куда ты будешь своим бедным лицом трейдиться? Каких там ты существ в 24-м году найдешь У которых будет, ну, как бы, 2 хп И они не будут тебе сносить кабину параллельно Не знаю Конечно, его будут класть в манускрипт паладина Потому что, ну, без этого никак абсолютно Удешевлять-то нужно Но выглядит, конечно, как трэш Следующая карта Это новый дриней Межзвездная исследовательница 2 маны, 2-2 Боевой клич и резонанс Вы берете манускрипт Опять же, еще одна карта Полностью заточенная под манускрипт паладина Которая будет вам добирать манускрипты Которая вы, как бы, ну Иначе хрен найдешь Вот так вот Еще одна карта Это орбитальный спутник Одна мана, редкий спелл Вы раскапываете дриней Если на этом ходу вы разыграли соседнюю карту То раскапываете еще одного Хороший таргетированный добор дриней Особенно для манускрипт паладина Потому что, видите, ему добавили сплошных дриней Кроме одной из легендарок То есть люми Но мы на него посмотрим чуть попозже Хороший добор Спасибо, папаша Давай, долби Следующая карта И последний спелл, который добавили Паладин в этом дополнении Это небесная аура Действует три хода Жестко, но удешевить никак Кроме, ну, отдельных каких-то картинок, да Которые удешевляют ауры Если такие существуют Что-то я уже не помню За шесть маны Хочешь ли ты тратить Как бы, ну, розыгрыш вот этой карты Чтобы любой паладинчик, да Что у тебя имея Ну, точнее Находясь на столе В единичном экземпляре Был со статами 10-10 Вообще да Я б сыграл, а че Просто ставишь И как бы три раза не законтролил Все Кабина, будка отлетает Жестко Интересно, как это сыграет Я думаю, будет чисто с раскопки играть Но выглядит прикольно Итак, давайте теперь Окунемся в легендарки для паладина Первое лего Это Ирель Маяк Надежды Реально, Маяк Надежды Пять маны, четыре, три Естественно, Дриней Легендарка, Настис Президент Хрип Вы получаете три разных манускрипта Из более ранней временной линии Какие манускрипты, я думаю Не нужно тут перечислять Манускрипт Вот это знаменитая Восемь Восемь Сейчас Хил на восемь Потом восемь-восемь С провокацией и божественным щитом Плюс один, плюс один Президент Хрип возвращается в руку Вот это вся параша Всем один хп, по-моему, сделать такое Даже есть за пять маны И пушечку надеть Нормально, нормально Дополнительные манускрипты Дополнительная вэлью Плюс натиском сразу выйдет Разменяется Президент Хрип даст вам дополнительная вэлью С этих манускриптов Вы параллельно еще все-все-все Манускрипты в игре будете как бы удешевлять Правильно? Старые, новые, неважно И какой-то вэлью выжать сможете Я считаю, что это кайф А, еще, кстати, вот есть манускрипт Крутой, пушка такая Которую можно порчей подпортить Да, и она еще будет вам давать Отжор По-моему, семь маны, пять, три Такой вот манускриптик Который еще подешевле можно будет сыграть Короче, кайф, кайф Ну, окей Окей, верим Ну и последняя карта Это шесть маны, девять, девять Легендарка Люмия Похищение жизни После того, как герой получает рон Он получает неюзвимость до конца хода Я не понимаю, что они там курят Что они выпускают карту шесть маны, девять, девять Но есть у меня ощущение одно Прямо сейчас при вас, ребята, при вас Я захожу на английский вариант этой карты И буду сейчас ныть Нет Действительно, действительно В переводе не ошиблись Люмия работает в обе стороны Как бы не в ту сторону воюешь Реально, реально После того, как любой герой, я так понимаю Будет рон получать Он получ... ой, чуть не упал Эффект, конечно, шок Короче, будет дефать Любого героя Ставите ее Бьете в лицо вражескому герою на четыре Он такой Все, хорошо Заканчивай Это уже ту матч Класс Ну, не знаю Правда-неправда Выглядит, конечно, поломанно Шесть маны, девять, девять Попробуй убери Плюс, когда попытаешься убрать Тычка, а не с пылом Она еще и отхилит Ну и плюс Не забываем про эффект Папаша Я надеюсь, для нее выпустили сигнатурку Потому что ее, как бы, можно будет видеть нормально Не, ну на шестой мане выйдет Чисто пожить Даст еще ход Потом все равно снесут Если галтфиш Да, это жестко Да, это жестко Да, это жестко Да, это жестко Что ж, ребят Ну, вот оно и все Вот и подошел к концу Обзор новых карт Нового дополнения Как вам вообще эта движуха лютая, нереальная На ком вы хотите поиграть больше всего Наверное, вы хотите поиграть со мной больше всего Ну, 5 ноября выясним, кто кого, правильно? Заходите Я буду там на петушином ранге сидеть Потому что, ну, три месяца не просто так провел За тренировками потными Да На этом, собственно, все Показ карт подошел к концу Надеюсь, вы кайфанули нереально Ждите сумасшедший камбэк Посмотрим, что Бен Броуд Шутка, шутка Что Хардстоун приготовил для нас в новом дополнении Через менее двух недель уже выходит новый доп 5 ноября Когда и выборы, по-моему, в Америке И что-то еще там выходит Может в доте какой-то акт Короче, тяжелый, тяжелый, тяжелый будет день Пятый, это либо вторник, либо четверг Если близость я не изменю Конечно, это вторник Тяжелый будет вторник То, надеюсь, мы с вами Нам с вами удастся увидеться И нормально поразвлекаться в новом ладере Спасибо большое за просмотр За микрофоном был Качество Плагиат Если обзор вам понравился, ставьте лайк И подписывайтесь на канал Ну и, конечно же, увидимся с вами на следующем стриме По доте, как бы, они проходят каждый день Ну, ладно, плюс-минус уже вру, как бы, да Вот оно А в Hearthstone поиграть приходите 5-го числа Пока-на